Праздник Иисуса Христа И Юрий Алексеевич говорил о том, что не все правильно понимают люди Ну, наверное, потому что люди Потому что не могут все понять так, как есть И мы пришли сегодня для того, чтобы вспомнить о вечном, о главном О том, что было, о том, что есть и о том, что будет Прочитаем из Евангелия от Луки Который также описывает это событие 41 стиха 19 главы И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем И сказал, ой, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему Но это сокрыто ныне от глаз твоих Ибо придут на тебя дни Когда враги твои обложат тебя окопами И окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе И не оставят в тебе камня на камне За то, что ты не узнал времени посещения твоего За то, что ты не узнал времени посещения твоего Когда говорят о Боге, имеют в виду Боготворящего Когда говорят об отношении Бога к людям Говорят о Боге любящем Когда грешат люди, мы вспоминаем о Боге милующем, прощающем Когда думают о будущем Вспоминают о Боге судящем Боге судье Сегодня я хотел бы, чтобы мы поговорили о Боге посещающем Бог посещающий Псалмопевец говорит Что есть человек Что ты помнишь его И сын человеческий Что ты посещаешь его А Иова В книге Иова Мы находим сетование О том, что Бог посещает человека каждое утро И каждое мгновение испытывает его Что же такое человек? А человек это творение Божие И когда человек забывает О своем творце Начинаются проблемы Внутренние Внешние Итак Есть особое посещение А что такое вообще слово посещение? Это приход Кого-то, куда-то, кому-то Это визит Да Бог посещает И одновременно каждое мгновение И есть особые посещения Особые периоды Что Библия говорит о том, как Бог посещает? В Эдеме Бог посещал Адама Конечно В прохладе дня Беседовали Но после грехопадения Бог посетил Адама И видит, что он прячется И говорит Адам, где ты? Адам говорит Мне неудобно принимать Господа в таком виде Я нахрен Я спрятался за деревьями А кто сказал тебе, что ты Без одежды? Вот о которой мы Слышали от Юрия Алексеевича Кто сказал? Не ел ли ты Дерево, от которого я запретил тебе есть? Ну, Адам начал спасаться Вот жена, вот ты дал Плохо Вот это уже было Посещение Сложное Трудное Что дальше? Дальше в книге Бытие Мы находим, как Бог посетил Людей во время Столпотворения Вавилонского Когда были смешаны языки Когда люди перестали Понимать друг друга Дальше Если мы читаем Бог посетил Авраама Да Затем Бог посетил Такие города, как Содом И Гамора Вот интересно, друзья Вот это особое посещение О нем помнят И о Содоме Упоминается Между прочим В первой книге Книге Бытие И в последней книге И как ни странно В связи с Иерусалимом Но мы Еще этого коснемся Итак Бог открылся Авраам Авраам поверил Богу Не просто признал Ну хорошо Ты есть Ладно Ну а я буду жить Как я понимаю Нет Он послушал Слово Божие И стал это исполнять Хотя Было очень сложно Было невероятно трудно Авраам Но он это сделал Потому что чувствовал И понимал Что если это говорит Бог Это надо делать Однозначно И однажды Авраам сидел У своего шатра О чем он думал? Не сказано Но он поднял глаза И видит трех человек Как из ниоткуда Три мужа Предстали пред ним Что сделал Авраам? Он спросил В чем дело? Куда вы идете? Почему вы здесь? Нет Он побежал навстречу Поклонился до земли Он почувствовал Что это непростое посещение Это визит Всевышнего Эти три ангела стояли И Авраам поклонился Что значит поклониться до земли? Можно ли стоя Вот как я стою Поклониться до земли? Нет Можно поклониться В лучшем случае в пояс Да? А до земли Это нужно было упасть на колени И челом коснуться земли Это было Настоящее уважение Проявление Вот трепетной благодарности Есть выражение Бить челом Да? Челобитная Это значит Поклоняться до земли Авраам поклонился до земли Дальше он говорит Останьтесь Побудьте у меня Я принесу воды Значит приготовлю еды Отдохните Вот под деревом Послушайте Максимум уважения Максимум почтения Они говорят Они говорят Хорошо Сделай как говоришь Быстро побежали Даю ли от Авраама Что хочу сделать Что хочу сделать Нет Если там 50 праведников Неужели ты погубишь Праведного с нечестивым Они говорят Нет Если 50 праведников Не погубим А если там не будет хватать Пяти Сорок пять И так в общем Доторговался до 10 Они сказали Если будет 10 праведников Помилуем город И все На этом Торх окончен Разговор окончен Они пошли в Содом Когда они приближались К Содому Лот Племянник Авраама Сидел у ворот Содома Помните Да Тоже увидел этих людей Тоже почувствовал Что это То есть Сердце человеческое Которое Предано Богу Пусть даже не в полной мере Но чувствует Что это Это очень ответственный момент Это особое посещение Он так же Поклонился до земли Как его Дядя Авраам Начал приглашать в свой дом Войдите ко мне Отдохните Ночуйте у меня Они говорят Нет Мы хотим на улице ночевать Не надо Можете себе представить Как испугался Лот Чувствуя Что будет И он не напрасно боялся Так и случилось Знаете что Хотели надругаться Над этими Людьми Которые Пришли в образе Человеческом Ангелы Ну и Что там С ангелами Бороться Спорить Поразили всех Слепотой Лоту говорят Собирай всех Кто у тебя есть Выходим Приговор вынесен Этому городу Ну и Содома И Гаморе Вот это было посещение А дальше В Библии Мы читаем Множество раз Господь посещал И народ свой И Египет посещал Мы находим В книге Пророка Ионы Бог решил посетить Ниневию Великий город Огромный город По тем временам Это друзья Девятый век Где-то До новой эры Почти тысячу лет И Бог Направляет туда Иону Иона не очень Хотел Мы знаем Что Бог Провел его Через пучину Морской Значит И все-таки Бог посетил Этот город В лице Ионы Который говорил Еще сорок дней И Ниневия Будет разрушена И послушайте Результаты Этого посещения Покаялся царь Покаялся весь город Оделись во вретище Никто не ел Не пил Поднялся вопль От этого города От этого народа От этой земли И Бог помиловал Вот результат посещения Правильная реакция На посещение Божие Пример Языческое Ниневия Мы находим в Библии И вот приходит Наш Господь В этот мир Посещает Сын Божий Сам Господь Явился в этот мир И как мир отреагировал Хотел Сделать его царем Таким Каким людям Было выгодно Вот Брат Юрий Алексеевич Подробно об этом говорил А у Бога Были другие планы Бог по-другому Увидел ситуацию И Христос Спрашивал учеников За кого почитают Меня люди Очень важный вопрос Апостолы говорят Ну как Одни за Иоанна Крестителя Другие За Илью Третий За другого пророка Христос говорит А вы За кого Почитаете Меня Вот этот вопрос Очень важный За кого мы Почитаем Иисуса Христа Кто он для нас Просто святой Просто Сын Божий Ну привычные Определения Или он наш Царь Или он наш Господь Фома когда-то сказал Господь мой И Бог мой Вот это очень важно Друзья Чтобы мы осознавали Чтобы мы чувствовали Когда мы вспоминаем Вход Иисуса Христа В Иерусалим Как можно это назвать Вот он входит В Иерусалим Торжество Пальмовые ветви Одежды Постилаются Кричат Ассана Сына Давидова Что это? Это посещение Это посещение Города Иерусалим Город мира В котором Мало было мира От Бога И что Христос говорит? Христос плачет Кто это видит? Это видят ближайшие ученики Которые сопровождают Непосредственно Его спуск С горы Елеонской Он плачет О городе Потому что видит И знает Что будет Не прошло Не прошло Сорока лет Ну если так Приблизительная хронология Где-то 36 Лет прошло Около 36 лет После Вот этого Торжественного въезда В Иерусалим Случилась Иудейская война Случилось Да Есть случай Или нет Такое Слово Существует Знаете как Слово Случай Объяснил Паскаль Случай Это псевдоним Бога Случай Это псевдоним Бога Потому что Бог все творит Бог все во всем Он Вездесущий И всемогущий Случилась война Как бы вот так Было восстание Иудейское Римляне пришли Окружили Иерусалим Осада длилась Очень долго Около года И начали Разрушать город И придут на тебя Дни Когда враги твои Обложат тебя Окопами И окружат тебя И стеснят тебя Отовсюду И разорят тебя И побьют детей твоих Тебе И не оставят тебе Камня на камне За то что ты не узнал Времени посещения Твоего И вот здесь Мы читали раньше Интересный есть оборот Когда Христос плакал О Иерусалиме И сказал О если бы И ты Хотя все и твой день Почему И ты О если бы ты То есть обращение К Иерусалиму Да он плачет О Иерусалиме И обращение должно быть К Иерусалиму Оказывается Обращение не только К Иерусалиму О если бы И ты Бог посещает Все города Бог посещает Каждого человека И это очень важно Осознавать Когда Особое посещение Когда мы болеем Когда мы Терпим Какие-то Серьезные Неудачи Или наоборот Когда у нас Все складывается Хорошо Когда мы Радостны Когда в стране Война Когда в стране Голод Или эпидемии Можно ли сказать Что это посещение Бога Конечно Бог испытывает Людей Например В откровении Последней книги Библии Вот в третьей главе Мы находим Удивительные слова И как ты сохранил Слово терпения Моего То и я Сохраню тебя От годины Искушения Которое придет На всю вселенную Чтобы испытать Живущих На земле Ты сохранил Слово терпения Моего Говорит Господь И я Сохраню тебя От годины Искушения Которое придет На всю вселенную Для чего? Чтобы испытать живущих на земле. Какие проблемы сейчас в мире? Глобальные. Экономические, культурологические, экологические. Глобальные проблемы. Библия предупреждала за 2000 лет нас о том, что люди будут издыхать от страха бедствий, грядущих на всю вселенную. Если раньше какой-то город, ну какая-то страна, ну какой-то крупный регион. На всю вселенную, друзья, сейчас глобализация идет. Это мы свидетели. И в обозримом будущем, похоже, ждут еще большее потрясение. Еще большее испытание. Бог будет испытывать. Но если мы сохранили слово Его терпения, слово веры, слово надежды, слово любви, слова нашего Господа Иисуса Христа, Бог знает, как нас спасти. Мы знаем, мы не знаем, а Бог знает. И вот подтверждение того, что будет еще и с Иерусалимом, и со всей вселенной в книге Апокалипсис, Откровение святого Иоанна Богослова. Послушайте, друзья, удивительные пророчества буквально какие-то 50 лет назад не было таких технологий информационных, IT, не было таких возможностей. 50-60 лет назад все было скромно, какие-то телефоны, у военных были особые средства связи. И то это была редкость. А на сегодняшний день что происходит? Посмотрите, какой быстрый рывок технологический в мире. Это подготовка, друзья, к тому, что сказано в Священном Писании. Послушайте, 11 глава, Откровение. С 3 стиха прочитаем внимательно. Господь говорит, «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Это суть две маслины, два светильника, стоящие перед Богом земли. Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть затворять небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их. Имеют власть над водами превращать их в кровь. И поражать землю всякую язвою, когда только захотят. И когда закончат, когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними. И победит их. И убьет их. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, и где Господь наш распят. и многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться всему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога. И оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им, «Войдите сюда!» «И они взошли на небо на облаке и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному». Друзья, этого еще нет, но это будет, потому что это сказано в Священном Писании. И намеки очень прозрачные. Когда переписывалось Священное Писание, когда вручную вот в свитках вот это слово распространялось, но переписчики, наверное, недоумевали. Господи, как это будет? Из всех многие из народов, многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы три дня с половиной, и не позволят положить трупы. Ну, как они могут смотреть на трупы три дня из, фактически, из многих языков, народов, колен. Как? Да очень просто. Несколько камер поставят, и вот трансляция, да, онлайн будет идти. Это нам сейчас очень легко это объяснить, как это будет. А тогда две тысячи лет. Но Бог сказал, значит, так оно и будет. И мы уже свидетели тому, что технологии подготовлены для того, чтобы исполнилось и это пророчество. Люди будут радоваться сначала. А потом будет землетрясение, погибнет в одночасье около семи тысяч человек. Десятая часть города будет разрушена. О каком городе речь? О городе, который духовно, не формально, юридически, а духовно называется Содом и Египет, и где Господь наш распят. Под стенами какого города был распят Иисус? Иерусалим. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица, собирая птенцов под крылья свои, но вы не захотели. В другом месте мы находим такие слова Иисуса Христа. Не захотели. Друзья, выбор за человеком. Бог предлагает. Бог предупреждает о своем посещении каждого из присутствующих. Каждый народ. И почему будут смотреть на их трупы и радоваться? Потому что терпели. Потому что Бог обличал через этих пророков. А каким образом эти пророки влияли на многие народы, на многие языки, синхронным переводом, онлайн-трансляция? Опять же, друзья, все это очень легко по нынешним временам. Эти времена приближаются и к Иерусалиму. И такие странные названия Содом и Египет. Знаем, что такое Египет? Значение слова Египет очень простое. Чернозем. Египет это чернозем, это черная земля. Долина Нила, очень плодородная земля. Египет, вот значение слова. А Содом, А Содом это беспорядок, шум, суматоха. Вот такой смысл придают этому слову. Земля, беспорядок, шум, суматоха, где Господь наш распят. Вот такие, друзья, пророчества. Мы вспомнили, что было с самого начала, как Господь посещал землю, обращался к людям, стучался в сердце, в сознание. Вспомнили о том, что сейчас нас окружает, что нас страшит, что пугает. Храним ли мы слово терпения Божьего? Терпение Иисуса Христа. Бог любящий, Бог судящий, Бог наказывающий, Бог посещающий и Бог терпящий, Бог ждущий. Ждущий нас, когда мы придем в себя, когда мы обратимся к Нему, когда мы скажем самые главные слова в нашей жизни, Господи, прости меня, грешника. Вот это самое важное. Когда это исходит из сердца, тогда начинает меняться жизнь, меняться сознание, меняться обстоятельства. Физически мы начинаем меняться, когда упываем на Бога. Давид пишет, даже плоть моя успокаивается в уповании на тебя. Друзья, но нужно это сделать. нужно охотно принять Слово Божие. Нужно поверить, нужно поклониться этому Слову своей душой, своим сознанием. И тогда начнется новая жизнь. Тогда Господь обещает, я посещу этот мир, всю Вселенную, для того, чтобы испытать живущих на земле. А как ты сохранил Слово терпения моего, то и я сохраню тебя от этой годины, искушения, от этого часа, от этого дня. Хотим ли мы спасения своей душе? Хотим ли мы спасения нашим близким? Давайте задумываться, давайте помнить, что Бог посещает, и не просто посещает, у Него есть цель посещения. Пусть Господь прославится через это. Аминь. Давайте помолимся. господь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!